Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Большому краю большой праздник. На Кубани с размахом отпраздновали 80-летие со дня образования Краснодарского края. Бочки меда и ни капли дегтя. Анапские пчеловоды готовы представить на краевой выставке свою продукцию отменного качества. Вино как искусство. На выставке под открытым небом анапские художники представили уникальные картины, исполненные в технике винопись. На минувших выходных на Кубани широко и с размахом отметили 80-летие Краснодарского края. В Анапе работали десятки площадок. В городе и сельских округах прошли развлекательные, познавательные и информационные мероприятия. Основная концертная программа развернулась на Театральной площади. А море еще теплое, но в нем совсем не то бурление, что летом. Плюс 20 недоступная отметка для тех, кто любит августа бульон. Над городом витает легкий джаз. Я так люблю сентябрьский милый бархат, Когда курорт созревшей дыней пахнет И рвется ввысь свободная душа. С главной сцены города-курорта звучали стихи об Анапе и Краснодарском крае. Поэтов и артистов встречали по курортному теплу. К казачьему хору многие подпевали. И завтра рада на рассвете я уезжаю поебать. Похожую картину можно было наблюдать по всему муниципалитету. Дом культуры молодежный приготовил примерно полуторачасовой концерт. У них есть свой постоянный зритель, жители микрорайона. Ты, ты для меня, не только одна, не родная Россия. Зинаида Шиблина на празднике с подругой. С утра сходили на море, на ярмарке, купили сувениры. За неделю мы уже готовились, наряжались. У нас всегда хорошо отличается. Очень весело и очень хорошо, что конкретно навсегда у нас Кубанский хор. Казачьи песни петь непросто, рассказывает Александр Калимухин. На сцене он в самом центре. Пять лет выступает в ансамбле «Звойница», который базируется в детской школе искусств. Они намного сложнее, они душевные. Некоторые песни очень сложные, потому что у них высокие ноты. По словам Александра, пение – это хобби. Он планирует стать инженером-работотехником. Сегодня юным жителям курортного города доступны самые разные возможности для самореализации. Пожалуй, один из главных результатов, достигнутых в составе Краснодарского края. К 80-летию со дня образования Краснодарского края в библиотеках Анапы прошел фестиваль «Здесь край мой, исток мой, дорога моя». Жители города-курорта, в том числе и самые юные, читали стихи. Кроме того, зрители могли увидеть камерные постановки. Никто на свете крашить не отыщет. Тобой гордится целая страна. Твои поля пшеницы колосятся, твои сады, твой сладкий виноград. На пьедестал все будет возноситься, сверкая ярким золотом наград. Так начинался праздничный день на площадке возле центральной библиотеки. Каждый мог познакомиться с книгами, посвященными самым разным аспектам жизни в Краснодарском крае. С помощью игр и викторин юные жители города-курорта вспоминали или узнавали интересные факты из истории, географии, быта региона и традиционной кубанской кухни. Мы откроем нашу кастрюльку, еще раз посмотрим ингредиенты и уберем все лишнее, чтобы у нас получился тот самый настоящий кубанский борщ. Давайте, мама! Нужен для США. Пойдем, оставляем. Ну и яйцо нет. Нет, я бы не рискнула. Кроме того, в рамках юбилейных торжеств гости могли увидеть выставки народного творчества, предметов быта, а также небольшие спектакли, как этот, где жители станицы донимал злой колдун. Пока, как водится, не нашелся молодец, добрый, но хитрый. А в итоге все, конечно, заканчивается хорошо. В эти выходные праздничные мероприятия проходили во всех городах Кубани, но главное торжественное действие развернулось в краевой столице. Там прошел большой праздничный концерт, работала большая выставка-ярмарка, где все районы края представили свои достижения в различных отраслях. Делегация от Анапы также приняла участие в главном событии года для всех кубанцев. Перед баскет-холлом на территории более 20 гектаров развернулись казачьи подворья, в которых до мельчайших подробностей воссоздали старинный быт. Своей курень и представил каждый из 44 районов Кубани. Анапа не исключение. Мы выставили свой курень, представили наших умельцев, которые занимаются народными промыслами, поставили также наших виноделов, которые проводят дегустацию, всем нравится. Здесь у нас в центре интересный винный фонтан поставили, ну и хата. В общем, создаем замечательное настроение при помощи наших творческих коллективов. Весь кубанский колорит был отражен в Анапской экспозиции. Свои работы привезли лучшие мастера курорта. Изделия из бересты, гипса и глины вызывали неподдельный интерес у каждого, кто заглянул в анапское подворье. Агропромышленную отрасль курорта представили анапские виноделы. Они не только рассказывали о технологии производства вина, но и давали попробовать его на вкус. Очень интересно. Правда, очень жарко сегодня. Для виноделов это большая проблема. Вина греется, но нас спасают холодильники. Вовремя подключили электричество. Организация на высоте. Очень понравилось. Винодельня Бердяевская хорошо представлена. Очень много народных промыслов. Для детей интересная выставка. В общем, очень замечательно. Хор здесь, фрукты, овощи. Очень нравится. Думала, что город Красноярск такой прекрасный. А здесь еще прекрасней. Здесь столько красоты, столько радости в людях. Очень понравилось. Я первый раз, и мне даже напоминает, как будто где-то такой вот, в такой я попала. Рай мне очень понравилось. Спасибо вам за такой праздник. Кроме куреней, на площади были также представлены основные достижения Краснодарского края в аграрном и промышленном секторах экономики. В сфере сельского туризма и развития традиционной культуры работали презентационные инсталляции краевых министерств и ведомств, концертные и интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы от народных умельцев Кубани, где каждый посетитель смог не только увидеть, как создаются образцы традиционной материальной культуры, но и изготовить их своими руками. Для маленьких кубанцев работали аттракционные и детские игровые программы. А внутри баскет-холла прошла торжественная часть, где губернатор поздравил жителей края с праздником, а затем выступили лучшие творческие коллективы Кубани. А вечером кубанцев ждал еще один сюрприз. Для них выступил народный артист России Олег Газманов и арт-группа Хорт Турецкого. Легендарные артисты вместе с лучшими кубанскими коллективами устроили всенародное караоке «Поем всей Кубанью». Завершились торжества по традиции грандиозным салютом. Помимо 80-летия образования края, в этом году еще один юбилей – 225 лет начала освоения казаками кубанских земель. Этому знаковому событию был посвящен слет казачьих классов, который прошел в хуторе Чекон. В этом году он объединил более 500 учащихся пятых-десятых классов казачьей направленности. Поддержать команды прибыли свыше 200 болельщиков из младших казачьих классов. Слет проходит уже одиннадцатый раз по инициативе Анапского районного казачьего общества и управления образования. Юных казачат приветствовали организаторы и почетные гости. На этом слете вы покажете свои знания, свои умения, чему-то еще научитесь и надеемся, что эти знания и умения помогут вам в жизни быть достойными людьми нашего государства, быть достойными казаками. Желаю вам победы всем-всем. Может быть, не первые места, но победы над собой. Поэтому от Управления образования вам всего самого хорошего, чтобы этот слет вам еще раз запомнился на многие-многие годы. И вы достойно все выступили на этих соревнованиях. Команды казачат продемонстрировали строевую подготовку, знания, истории и традиции кубанского казачества. Показали свои навыки и умения в сборке и разборке автомата, владении шашкой, в стрельбе из пневматической винтовки, метанию ножа и в других дисциплинах. Итоги подводились по двум возрастным группам. Среди пятых и шестых классов из седьмого по девятый. В первой группе лидером стала команда из школы номер восемнадцать. Второе и третье места поделили команды из шестых классов 21-й общеобразовательной школы. Во второй группе первое место у школы номер пятнадцать. Второе и третье досталось командам из двенадцатой школы. И к другим темам. Сегодня губернатор Кубани провел совещание по подготовке края к осенне-зимнему сезону. В видеоселекторе приняли участие вице-губернаторы, главы муниципалитетов, представители ресурсоснабжающих организаций. Вениамин Кондратьев сообщил, что из регионального бюджета выделена беспрецедентная сумма – полтора миллиарда рублей на модернизацию и подготовку объектов теплоснабжения. Это рекорд последних двух десятков лет. Губернатор потребовал от всех муниципалитетов до конца сентября обеспечить полную готовность систем теплоснабжения к запуску. Квартиры и домашние движения, детские сады, школы, поликлинии, объекты суткульт-быта. И приходом холодов жизнь там никак остановиться не может. Я хочу понимать, какая ситуация в муниципалитетах. Работа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к зиме должна быть совершена 1 октября. Не важно сейчас понимать, насколько на самом деле мы готовы. По итогам селекторного совещания, исполняющий обязанности главы Анапы Юрий Поляков заслушал доклады руководителей предприятий ЖКХ города-курорта. Отдельный Юрий Федорович остановился на проблеме существующей задолженности перед энергоснабжающими организациями со стороны жителей и предприятий. Надо активизировать эту работу, понимаете, Анжела Анатольевна. А вы мне, пожалуйста, на контроль, что сделано для того, чтобы какая-то задолженность была опогашена. Если это касается тех 22 миллионов, что вы говорите, что сделано, когда подали в суд, какое решение суда, чтобы мы знали и имели понимание, что делается. В целом предприятия ЖКХ Анапы к отопительному сезону готовы. Основные ремонтные работы проводились летом. В котелях обновили оборудование, где было необходимо заменили котлы. На случай аварийных ситуаций предусмотрены резервные схемы работы. На станции юных техников прошел мастер-класс для будущих авиамоделистов. Здесь надеются, что кто-то из ребят заинтересуется и запишется в кружок. У юных анапчан просыпается интерес к современной технике. Его подкрепляют современным оборудованием, которое еще вчера было диковинкой. Авиамоделирование начинается с бумажного самолетика. Дети познают азы. На это требуется минут 10, не больше. Затем из вспененного полиуретана с помощью шаблонов и ножниц можно изготовить так называемую стендовую модель. Она не летающая, а необходима для того, чтобы понять, из чего состоит самолет. Начальное техническое моделирование. То есть мы узнали, что у нас есть фюзеляж, есть крывок, есть хвост. Эта модель, да, она уже более посерьезней. Делали мы ее летом. Она у нас уже модель ветеран. И эта модель, она у нас на резиночке. Она летающая, она запускается. То есть здесь носик у нас усилен болтиком железным, вот, чтобы был центр тяжести. Здесь видеокамера, модуль телеметрии, автопилот. Этот беспилотный дрон сделан почти из того же материала, с которым работают дети. Но это уже и не совсем игрушка. В нем установлен микроконтроллер, простейший компьютер. Здесь же квадрокоптер. Его детали изготовлены на 3D-принтере. Теперь в лаборатории робототехники есть три собственных машины. Их приобрели на внебюджетные средства. 3D-принтер – это не просто какая-то игрушка, а рабочая установка. Необходим для печати некоторых деталей. Таких, которые мы можем заказать в магазине в 3D-рога. Но мы можем разработать их сами и в течение некоторых часов распечатать. В интернете, да, много чертежей уже готовых. Но все-таки приветствуется какое-то свое мышление. Техника нужна еще и для того, чтобы изготовить роботов для соревнований, которые пройдут в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Педагоги станции юных техников отмечают, что в детях просыпается интерес к техническим дисциплинам. Может быть, кто-то из тех, кто сегодня запустил бумажный самолетик, в будущем станет инженером и начнет конструировать настоящие летательные аппараты. Эти пчелы делают правильный мед. Секрет качественного и натурального полезного лакомства нам раскрыл анапский пчеловод Николай Свечников. Чтобы получить максимальную производительность от пчел, сначала нужно самому хорошенько потрудиться, создать для насекомых идеальные условия, ну и просто любить свое дело. Мед зрелый, пчелы запечатывают только зрелый мед, в котором минимальное содержание влаги. Николай Свечников знает все тонкости медопроизводства. За плечами 35 лет стажа. В село Витязево переехал из Сибири. Там у него была большая пасека, насчитывающая порядка 150 пчелосемей. Здесь же всего 50 ульев. Однако, по словам пчеловода, для стабильного дохода этого вполне достаточно. На кочевой пасеке в течение сезона он вместе со своим трудолюбивым штатом объезжает все самые медоносные поляны района. Сейчас сезон сбора меда подходит к завершению. Количество и качество полезного лакомства радует. Эта рамка, видите, запечатанный сотовый мед. То есть пчелки каждую соту заносили медом и запечатали. Эта рамка готова для того, чтобы мед из сот забрать. Забирается мед из сот на медогонке. Это такой бак, где за счет центробежной силы рамка раскручивается. За счет центробежной силы из сот мед выбрасывается на стенки. Вниз опускается, собирается там. Кран открываешь и в ведро это все через сито процеживаешь. Пасечник признается, самое главное в пчеловодстве – подходить к делу с душой. Пчелы все чувствуют и отвечают взаимностью. Да и вдвойне приятно, когда профессия приносит не только доход, но и удовольствие. Когда занимаешься любимым делом, тогда и настроение, и желание работать всегда есть. И это для здоровья хорошо. Кроме меда Николай Свечников реализует и другие полезные продукты пчелопроизводства. Пергу, забрус, пыльцу, маточное молочко. По словам Пасечника, проблем со сбытом нет. В Анапе созданы все условия для развития сельского хозяйства. Организовываются ярмарки выходного дня. На ярмарках выходного дня администрация устраивает эти ярмарки. Пожалуйста, приезжаешь. Прежде чем приехать продавать мед, конечно, нужно сдать на анализ, сделать анализ меда. Документы, чтобы были все в норме. И приезжаешь, тебе выделяют место, и ты там торгуешь. И сбыт меда в основном происходит на ярмарках выходного дня. В 20-х числах вместе с делегацией от Анапы Николай Свечников примет участие в специализированной агропромышленной выставке в Краснодаре, где он сможет не только обменяться опытом с коллегами, но и наладить сбыт своей продукции в другие районы края. Искусство под открытым небом. Необычный арт-проект воплотила команда художественной галереи «Белый квадрат». Выставки, мастер-классы, шоу-программы и угощения. Все это и многое другое ожидало гостей выездного мероприятия, в числе которых оказались и наши корреспонденты. Романтический арт-опен-эйр вот уже третий год подряд собирает неравнодушных к искусству анапчана и гостей нашего города-курорта. Идея проекта – объединить разные виды искусства. Это как арт-терапия. Потому что все люди, они вообще к искусству мало отношения имеют. Это абсолютно по-другому мозг начинает работать. То есть ты отключаешься от того, что есть, и у тебя совершенно по-другому восприятие даже окружающего тебя, оно резко меняется. Любители искусства посетили выставку картин, написанных вином, поучаствовали в мастер-классах живопись маслом, керамикой и винопись, которые провели признанные мастера своего дела. Кроме того, все желающие смогли пройти ритуал настоящего винодела, продегустировать домашнее вино и вкуснейшую еду от ресторана «Винотерия». В финале вечера всех ожидала шоу-программа «Арт энд Вайн» с боди-артом и другими приятными сюрпризами. Хожу я в «Белый квадрат» уже с полгода, но на таком мероприятии впервые. Ну, отлично, то есть мне очень нравится, потому что погода прекрасная, место прекрасное, ресторан, все великолепно. Впечатления волшебные, поднимают настроение, отвлекаешься от всего того мира, в котором живешь обычно. Мне нравится. Здорово, что в таких маленьких городах есть такие творческие люди, которые в массы вносят такое прекрасное творчество. Проект воплотился в жизнь благодаря команде творческих людей галереи «Белый квадрат», которые уже много лет проводят выставки живописи, успешно работают и за студии для детей и взрослых, а также всевозможные мастер-классы. Художественная галерея «Белый квадрат» у нас единственная в Анапе. У нас в основном члены Союза художников России. Попасть в нам очень сложно. Картины мы подбираем тщательно. В планах у команды галереи «Белый квадрат» проводить арт-проекты и в дальнейшем, ведь прикоснуться к искусству – мечта многих. Прошедший в эти выходные арт-опен-эйр подарил участникам вдохновение и драйв – те приятные впечатления, которые еще долгое время будут согревать и вдохновлять. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями «Финская» с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 19 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ночью прохладнее – 22 выше нуля. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 25 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинают первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа-регион.ру, а я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова